Трасса 101 Приветствую, это Трасса 101, меня зовут Владимир Сметанин. Трогаемся плавно, поехали. Нашего слушателя, автолюбителя Николая, тревожит будущее его гаража. До Кировчанина дошли слухи о том, что власти собираются сносить неугодные боксы. Так ли это, пояснит начальник территориального управления по Ленинскому району Алексей Вершинин. У нас большое количество гаражей, гаражей металлических, которые у нас не санкционированы и установлены в тех местах, где не надо бы их устанавливать, без всяких правоустанавливающих документов. И сегодня администрация города ведет активную работу. Мы расклеиваем объявления на все гаражи и говорим, либо представьте нам правоустанавливающий документ, либо демонтируйте, уберите его. Потому что администрации города придется тратить большие деньги на демонтаж данных объектов, которые установлены без всяких документов и в самых немыслимых местах города. Президент Союза автомобилистов Кировской области Евгений Пименов считает, что чиновники первонаперво должны задуматься, что будет на месте незаконных гаражей. Если вы хотите получить комментарии сотрудников администрации, ГИБДД или автоюриста, звоните в нашу редакцию 708-502. ТРАССА 101 Машин с мигалками на российских дорогах станет больше. С 1 июля этого года, согласно указу президента, проблесковыми маячками могут быть оснащены не только автомобили полиции, скорой помощи и пожарного ведомства, но и федеральные службы по контролю за оборотом наркотиков. Кроме того, транспорт госнаркоконтроля будет выделять из общей массы специальная раскраска – зеленая полоса на белом фоне. Автомобили – незаменимые помощники стражей порядка, и у них тоже бывают непредвиденные случаи на дороге. Об одном из таких рассказал президент Кировского регионального отделения российской секции Международной полицейской ассоциации Николай Кащеев. Служебная автомашина ВАЗ-2106, много раз отремонтированная, и с одним из сотрудников, которые сейчас занимают очень высокий пост, мы едем на этой служебной машине, и вдруг я вижу, что рядом с нашей машиной едет колесо сзади, слева. Я посмотрел, еще раз посмотрел, товарищу, говорю, колесо едет рядом, какое колесо? Мы, машина идет, как идет, так прямо нормально. Я останавливаю машину, выглядываю, колесо стоит рядом с машиной. Оно выдвинулось сантиметров на 10, полуось, вот, которая идет от колеса, каким-то образом она вышла, и еще бы немного колесовое, конечно, вообще выкатилось, но вот на этой полосе как-то задержалась там, и ехала сама по себе рядом. Ну, что нам делать? Мы немножко поддомкратили, ударили по колесу, обратно вставили и тихонечко добрались до сервиса. Вот, был у нас такой случай. Больше таких случаев не было. В Китае прошел занятный конкурс, победителя которого наградили БМВ первой серии. От претендентов требовалось как можно дольше простоять на ногах, держась рукой за упомянутую модель. Надо отдать должное человеку, выигравшему состязание. Он продержался 4 дня и 3 ночи, или почти 90 часов. Правда, бумер ему достался не в пожизненное пользование, а всего лишь на 5 лет. Прощаюсь до пятницы. Нескучного пути. Пока. Трасса 101